Привет, Библия! Тема «Давайте ждать с радостью» Текст Евангелия от Матвея, глава 2 стихи с 1 по 10 В Евангелии от Матвея во 2 главе написаны три истории, которые произошли, когда родился Иисус. Первая – это история о царе Ироде, который правил Израилем в то время. Ирод был очень жестоким царем. Когда царь Ирод услышал, что родился новый царь Иисус, он пытался убить его. Но когда он не смог найти младенца Иисуса, он убил всех детей младше двух лет в городе Вифлееме, в котором предсказано было родиться Мессии. Какая ужасная история! Во-вторых, это история о первосвященниках и книжниках, которые хорошо знали, где родится Иисус. Они прекрасно знали о рождении Иисуса, потому что изучали Библию наизусть. Когда волфы спросили, где родился новый царь, они показали им Ветхий Завет, книгу Михей, и сказали, что новый царь родился в Вифлееме. Но они не пошли к Иисусу, хотя изучали Библию каждый день. Кажется, что они не особо были заинтересованы в исполнении Слова Божьего на этой земле. Они не ждали рождения Иисуса. В-третьих, это история о волхвах, которые пришли с востока. Волхвы жили очень далеко от Израиля. Там они смотрели в небо и изучали звезды. Однажды они почувствовали изменения в небе, которого никогда раньше не видели. Перед ними появилась особенная звезда. Они ничего не знали о Библии, городе Вифлееме и страшном царе Ироде. Но, несомненно, они знали одно, что новая звезда, которая появилась перед ними, ведет их, и что, если последовать за этой звездой, можно встретить царя этого мира. Итак, они отправились в путешествие, следуя за звездой. Они не знали, когда звезда остановится и сколько еще им придется следовать за ней. Как же им было тяжело совершать переходы холодными ночами. Но они думали так. Так же, как мы видим звезду, мы можем увидеть царя, с которым хотим встретиться. У волхвов были ожидания и надежды на встречу с царем. Царь Ирод, книжники и священники, изучающие Библию, также знали о рождении Иисуса. Но у них не было никаких ожиданий и надежд на встречу с ним. В отличие от них, в Матвея 2.10 записано, что волхвы очень сильно обрадовались, увидев остановившуюся звезду. Это радость, которую могут почувствовать только те, кто следовали за звездой в ожидании встречи. Дорогие дети, я хотел бы, чтобы у нас тоже была такая радость. То, что мы просто знаем Библию, просто поем хвалу, просто поклоняемся Богу в Рождество, не означает, что мы испытываем такую радость. Чтобы получить большую радость, мы должны иметь нетерпеливое ожидающее сердце. Если мы будем искренне ждать и молиться за пришествие Иисуса, я думаю, это Рождество будет днем полным радости для всех нас, у кого был трудный год. Редактор субтитров А.Семкин